Привет, друзья! Вы на канале Экспериментатор. Это видео стоит посмотреть, потому что мы сделали кучу крутых экспериментов с катком, футбольным и теннисным мячом и даже мячом антистресс. Спросим важный совет по эксперименту у прохожих и много чего еще. А вы думали, что будет, если переехать? Хотя нет, не скажу. Смотрите до самого конца. А теперь самое главное. Мы пересмотрели весь YouTube и не нашли ни одного похожего на наши видео. Но если вы все же видели что-то подобное, мы вернем вам ваше время обратно. Как? Узнайте в конце видео. Ну шо, поехали! Сегодня, когда я разбирал свои вещи после переезда в свой новый дом в районе Гармония, надеюсь, вы так и не нашли, это секретный район, я нашел свой старый мяч. С ним у меня связано много воспоминаний. Я всегда стоял на банке и пропускал мяч. Однажды мне даже сломали им руку. И вот, спустя много лет я решил выплеснуть эту злость. Вот он, тот самый момент, когда мы переедем катком на стоящий футбольный мяч. Но перед тем, как мы это сделаем, надо проверить каток и на других предметах. Вдруг он сломается? Хватай. Все, и выдвигаемся на уже знакомую нам локацию, где нас уже ждет каток. Вспомните, как мы гладили им одежду, плющили сковороду и лопали миллион пупырышек. В общем, на разогрев катку я прихватил с собой 8 неожиданных предметов. Начнем с небольшого. Первым в бой пойдет валанчик. Обычный валанчик для бадминтона. Проверим, как он поведет себя под катком. Кладем его под каток и отходим. Посмотрите на него. Похоже, даже после катка он пригоден для игры. Кажется, я забыл, что это был мой последний валанчик. В таком случае, мне не пригодится и эта ракетка. Так что посмотрим, как она поведет себя под катком. Вот это да! Посмотрите, она сломалась на две части. Теперь играть ей будет не так удобно. Очень интересно, что же будет дальше. Ну что ж, тогда пора приступать к чему-то покрупнее. Теннисный мяч. Он точно не выдержит каток. Кладем под каток и смотрим. Ого! Каток не справился с ним. Мы думали, его расплющит. Мяч оказался практически цел. Может быть, он пополнит ряды наших неубиваемых предметов? Как Кирпич Михалыч, Дрын Ирина и Сковорода Виктория? Нужно проверить. Отправляемся на наш полигон. Нужно примотать к мячу нашу самую мощную петарду. Кстати, посоветуйте петарду помощнее в комментах, только без шуток. У нас все серьезно. Поджигаем петарду и убегаем подальше. Вау! Смотрите, что стало с мячом. Его просто прожгло насквозь. Представьте, что будет с рукой, если вовремя не выпустить петарду из руки. Заканчиваем с мячиком для большого тенниса. У нас есть шарики для настольного. Их мы будем ложить под каток сразу три штуки. Неужели и они смогут выдержать целый каток? Ух ты! Один из них все-таки лопнул. А другие два всего-то смялись. Мы ожидали, что от них ничего не останется. Посмотрите, они почти целы. Может быть, ими еще можно пользоваться? Думаю, кто-то из прохожих наверняка сможет мне подсказать, что с этим делать. О, девочки, привет. Ребята, такой вопрос. Что делать, если шары помял? Шары помял, короче, случайно. Что делать с этим, не знаете? Нет. Блин, серьезный вопрос просто. Серьезно не знаю. Ну вот, помял шары, короче, не знаю, что с ними делать теперь. Да. Точно? Ты тоже не знаешь? Нет. Ладно. О, чуваки, слышите? А подскажите, проблема такая. Вот что делать, когда шары помялись? Не знаю. Ну, шары у меня мятые, короче, не знаю, что делать теперь. Не знаете? Нет. Блин, короче, шары просто помялись. Что теперь делать вообще? А ты не знаешь? Нет. Блин, просто фиг знает, как теперь с этим быть. Ладно, спасибо. Следующий на очереди у нас пляжный мяч. Сперва следует его надуть. Но мы не будем надувать его полностью, чтобы нам не пришлось обматывать его скотчем. На самом деле у нас не получается надуть его полностью. Китайский клапан сломался, и воздух не идет ни туда, ни обратно. Итак, мяч подкачан и готов к эксперименту. Кладем его под каток и смотрим. Вау, вы это слышали? Слышали этот хлопок? Его разорвало. Давайте посмотрим поближе. Вот это результат. Так и хочется проверить футбольный мяч. Но перед этим у меня остался вот этот убойный пистолет. Разрешение на него у меня закончилось еще в прошлом году. Так что нужно поскорее от него избавиться. Нужно положить его вот сюда. Посмотрим, что с ним произойдет. Вы видели, как его расплющило? Посмотрите, что с ним стало. Он стал совсем плоским. Мы проехались по нему вибро, а это в несколько раз мощнее. Паф-паф. Теперь перед главным экспериментом нам осталось положить только одно. Это мячик антистресс. Посмотрите, внутри он наполнен орбизами. Очень интересно, что произойдет с ним под катком. И вот он уже на пути катка. Пора заводить двигатель. Ну что, поехали? Ничего себе! Вы видели, как в разные стороны разлетелись орбизы? И наконец мы добрались до самого главного. У нас остался только футбольный мяч. Для начала обмотаем его скотчем, как мы сделали это с теннисным мячом. Это нужно, чтобы каток не оттолкнул мяч. Как думаете, что с ним произойдет под катком? А вот сейчас и узнаем. Офигеть! Он все-таки лопнул? Смотрите, какая там дырка! Каток расправился с этим мячом. Итак, за сегодня мы проверили на прочность мячики для тенниса, валанчик, ракетку, пистолет, мячик антистресс, пляжный и футбольный мячи. Ну а мудрость этого ролика не мяч шары, где попало. И если это видео наберет 147 лайков, то в следующем видео мы покажем то, что вас по-настоящему удивит. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok